Всем привет! Сегодня у нас суббота, 4 октября. И я спешу парень на пуску, уже опаздываю. Время раннее утро, 9 утра. Быстренько позавтракал, дети еще только проснулись. И сегодня у нас на улице хоть ветра нет, слава богу. Ну, градусов 15 с утра, хладный класс. Вот, так что надо хоть учить уроков с сыном. Но, придется провести полдня в Паримаевской, потому что корни уже отросли. И надо краситься. Так, ну вот как это получилось. В этот раз мы совсем светлой краской протонировались, чтобы не закрашивать мои светлые пряди. Сидела в общей сложности с 10 почти, да, до 2, до полтретьего. Короче, долго сидела. В итоге ребенок сам учил руки, не знаю, что он там научил. Надо идти все проверять. Сейчас хочу забежать в пятерочку. Взять, кого я хотела взять, кабачки. И хочу сделать рататуй, если успею до ужина. Хотела видео поснимать, но сегодня уже, наверное, не успею. Скорее всего, завтра. Так, пришла мне сейчас посылка с Алиэкспресс. Хорошо, что они сейчас все заказы, которые ты делаешь в один день, например, Они собирают все до кучи и присылают одну посылку. Давно так надо было, дорогие братья китайцы. Так, тут у меня куча куча милая, чёвки. В основном это была бижутерия и чехлы на телефон. Первый я уже распаковала. Это был вот такой вот. На мой телефончик Samsung A51. Вот на такой вот пришел первый этого. Мне нравятся именно чехлы с какой-нибудь держалкой для руки, чтобы было удобно. Этот прям вот такой вообще классный. И таких еще не было. И здесь идет такое колечко, в него можно вдевать ленту и носить это на руке или даже на шее. Я такое, наверное, делать не буду, но не знаю. Леточка, кстати, тоже очень качественная. Прям какой-то паршок, что-то. Так, распаковываем следующее. Так, следующее я открыла вот такой вот чехол нежно-сиреневого цвета. И вот с такой вот штучкой. Опять же с держателем для руки. И он очень приятный, тактильно какой-то такой матовый, шершавенький. И здесь внутри тоже шершавый. Офигенски. Еще к нему вот такая вот винтифлюшка идет. Не знаю, куда ее привязывать и зачем она нужна. Так, у одного продавца еще заказала два вот таких вот чехла. Это обычный такой легкий пластик. Гнущийся. И к нему идут вот такие штучки, которые можно прилеплять, как ты хочешь. Опять же. Он здесь отгибается. Вот так вот расширяется. То есть можно его поставить как-то телефон. Удобно. Один глянцевый, а другой тоже как подшершавый матовый какой-то такой. Прям какой-то знак. Прям какой-то здесь интересный такой рисунок голубого цвета. И опять не может такая же штучка идет. Вот. И что-то меня прям поднесло по чехлам. Так, здесь у меня захотелось на каких-нибудь новых сережек, не знаю. И захотелось, чтобы такое экстравагантно красное под какой-то красный свитерок. Я поняла, что у меня никаких сережек нет. Это вот такие скисочки. Наверное, чисто для снятия видео. Не знаю, навряд ли я буду носить. Или, может, на каком-нибудь празе одену. И вторые интересные такие сережечки. Вот. Давно хотелось что-то похожее себе. Они сделаны как под какой-то камень. Вот. И здесь матовое золото якобы. Вот. Ну, померяю, посмотрю. Надеюсь, это будет смотреться симпатично. Так. Следующие это вот такие вот милейшие сережки. Они, конечно, как более детские. Но я тоже взяла их больше для, скорее всего, снятия видео. Стоили они, конечно, очень бюджетно. Наверное, потемнеют быстро. Но что-то они мне понравились. Не знаю почему. Так. Вот такой еще был чехол с виноградиком. Тоже матовый такой сиреневый пластик. Что-то я взяла два сиреневых чехла. Но люблю я такой цвет. Что сделаешь? Но этот идет с виноградиком. Такой вот симпатичный виноградик. Он, конечно, такой большеватый. Но смотрится миленько. Там есть разные фрукты, кстати. Вот. И последний что-то у меня есть. Я уже даже не помню, что я заказывала еще. Тоже какие-то, по-моему... Так. Вот в таком вот красивом синеньком чехле пришли вот такие вот сережки. Бабочки с красными бусинками. Что-то меня понесло по-красному. Ну, понравились они мне тоже. Ну, такие игривые, может быть, конечно, тоже немножко детские. Но вот иногда в качестве разнообразия для съемки видео, в принципе, пойдет. Так что вот такая вот красота своя. Вот такую вот красоту, в общем, я набрала. А теперь у меня чехол будет под любое настроение. Так, а у нас пятничный вечер. Коля у меня с друзьями отмечает день рождения друга. А я смотрю, наконец, этот туалет уже не смотрела, свой сериал, который называется... Это мы... В последнее время мы с мужем смотрим бумажный дом. Я расскажу попозже про него. И мое новое влечение – это картина по номерам. Значит, тут мы сегодня тренируемся. Это вот этот тренировочный лист. Мы уже много здесь раскрасили. Я решила уже оставить ему, пускай дальше сам раскрашивает. И я уже рисую оригинальным. Правда, он такой маленький. Намного меньше, конечно, чем тренировочный лист. Его раскрасить немножко сложнее. Поэтому хорошо, что я потренировалась. Но зато на нем выглядит все более натурально. Смотрите, какая красота получается. Здесь такой шершавый. Как настоящий холст, действительно, очень приятный. Только что такой маленький по размеру. Конечно, был бы побольше чуть-чуть. Совсем маленькая получится картинка. Но получается просто, конечно, очень по-настоящему. Как рисуют москвами, как картины, так и получается. Прям супер вообще. Мне очень нравится. В общем, когда смотришь какой-то захватывающий сериал, конечно, отвлекаешься. А вот такой вот, как это мы смотреть. Самый топ от этого. Я уже в три цвета изрисовала. Уходит как раз один цвет на серию. В общем, получается вот так. Смотрите, какая текстура. Прям видно краски. В общем, картины, конечно, бомбические. Я думаю, что это будет теперь мое новое увлечение. По вечерам рисовать. Прям захватывать действительно. И получается очень красиво. Так что, я думаю, это моя не первая. Ой, вернее, это первая, но не последняя моя картина. Ссылочку, кстати, оставлю, опять же, на эти картины у себя под видео. Потому что они действительно стоят вашего внимания. Так, все, я порисовала. И захотелось мне бокальчик розового вина. Сто лет не пила, кстати. Я обожаю розовое вино с сыром и с виноградом. Это так вкусно. Хотя оно по мне очень сладкое, конечно. Было бы оно не такое приторное, но сухое, мне тоже не нравится. Но я обожаю именно с сыром. Пока Коля у меня развлекается. Я себе зажгла свечи. Киношка. Винцо. Взяла, кстати, новый каталожик. Сегодня пришел заказик. Фаберликовский. Рассматриваю. Смотрю, что можно заказать. Знакомлюсь с новинечками. И, в общем, чудесно провожу. Пятничный вечер за окном. Витя забывает ужасно. Просто вообще ветер сильнейший у нас сегодня. Поэтому я обожаю осенние вечера именно вот за это. Так, пришли мне три посылки. Сейчас мы вместе с вами их раскроем. Вот этот я уже раскрыла. Это была рассылка от Синерджетик. У них появилась такая вот новинка интересная. Это эко-порошок в стиках. Суперконцентрат. Гипоаллергенный. Без запаха. Интересно было попробовать его. Здесь в пакете получается 20 стиков. В коробочке в этой. Вот. Все попробуем. Потестируем. И потом обязательно будет пост в Инстаграм. Ну, здесь все остальное, в принципе, я пробовала. Единственная новинка вот эта для меня. Это, по-моему, для полот горная лаванда. У меня раньше было другое сырство. Вот. А, зубная паста. Еще не пробовала никогда у них зубную пасту. Вот как раз попробую. Девочки ее хвалят. Так, вторая посылочка. Вот такая вот легенькая маленькая. Здесь у меня по первый раз буду знакомиться вот с таким вот брендом. Он называется Fanny Organics. И здесь у них вышла новинка. Это буренка серия. В ней вышло довольно много всего. Здесь у меня и пенка с краблем и ваня. В таком вот интересном маленьком пакетике. Салфетки матирующие. Оформление, конечно, прикольное сделано. Такая буренка гламурная. А затем вот такая вот штучка. Это утренняя маска Prime и вечерняя маска. Вот. Ну, и здесь куча-куча всяких масок. Какие-то сыворотки. Какие-то всякие другие штучки. Ну, оформление, конечно, все связано с буренками. Интересная такая. Ну, в общем, куча всего тоже сделала по инстаграм. Так, и третья посылочка была от бренда Народные промыслы. Вот так вот называется. Когда-то давно они мне уже что-то присылали. И они у нас производят бренды Новосвит и Золотой шелк. Написали мне, сказали, что хотели бы прислать вам свои новиночки попробовать. А я, конечно же, сказала да. В общем, здесь у нас вот такой кременький для лица с улиткой от Новосвит. Я еще не знакома с этой улиточной серией как раз. И у них еще вышла серия с прополисом. Слышала тоже на нее много хорошего. С пептидом птилинового яда. Здесь у меня ночной ледяной крем. Вот. Дальше от Новосвит. Ой, от Золотого шелка здесь идут укрепления структуры волос. Как раз то, что мне надо. Репейное масло. Вот такой вот. И концентрат для волос с кератином. Им можно... Спасибо! Им можно обогащать косметические средства. Прикольная штучка. Дальше. От Новосвит такая сыворотка для лица. Активатор. И больше всего меня привлекло вот этот. Активатор роста бровей и ресниц. Супер новый. Я не знала, что это они тоже делают. Вот. Целая кучка вот таких вот средств для ногтей. Тут всякие пилинги, воски, масла. Да, вот такие вот маленькие штучки. Затем лосьон пилинг для кожи головы. С АХ-БХ кислотами. Кстати, я его посматривала, где его можно купить. И как раз он у меня будет теперь. Вот такая вот пенка у меня уже когда-то была гиалуроновая. Классная, кстати, пеночка. И вот такой вот интересный спрей-мист для лица пришел. И вот такая вот штучка вранивающая эссенция тонет для яйца. Тоже с улиточной слизью. Вот такая вот целая куча всего. Так, меня тут угостили на работе батата. Никогда его не пробовала. Это типа сладкого картофеля, насколько я знаю. Хочу попробовать его запечь в духовке. Какую-то часть. И одну штучку натру на терке. Попробую сделать что-то, выпечку какую-то с яблоком. Типа вафель, может быть. Может быть пирог. Еще пока не решила. В общем, что-то хочу. А вот из этих двух таких интересных. Попробую их почистить как-то. И запечь в духовке со специями и с солью. Мне очень интересно попробовать, какой же он на вкус. Так, приступим к приготовлению. Так, почистила я батата. Он один такой вот оранжевый, как морковка. И по вкусу чем-то похож, только более крахмалистый. А второй вот такой белый, как картошка. В общем, я сейчас попробую запечь и такой-такой. Этот более сладкий, кстати. Этот более нейтральный по вкусу. И попробую на терке натереть с яблочками. Яблочки я уже тоже натерла. Достала овсяную муку, яйца. В общем, сейчас сахар заметили. И попробую замешивать здесь тесто для вафель. Вафельницу я уже включила. Она у меня греется. Но сначала я сейчас порежу батат. И посыплю его специями, солью. Немножко маслицем сбрызну. И поставлю запекаться. Так, всё, подготовила я батат. Засыпала его специями. Маслом чуть-чуть сбрызнула, солью. И ставлю запекаться. Ну, наверное, минут на 30, я думаю. Думаю, достаточно. Посмотрим, что получится. А пока я займусь своими вафлями. Так, ну вот, пекутся мои вафельки. И я уже попробовала. Ммм, это очень прикольно по вкусу. Чувствуется здесь и яблочный вкус, и немножко другой. Но действительно очень вкусно. Сейчас поставлю себе чайник. Сделаю себе чаёк. Вот такое тесто получилось довольно густое. Натерла на терке. Яблоко и батат добавила яйца. Муку рисовую и овсяную. Сахарозаменитель. И получились вот такие вот чудесные вафлики. Очень вкусные, приятные. И, кстати, запёкся мой батат в духовке. По вкусу это очень необычное. Что-то среднее между тыквой и картошкой. Но, как-то мне кажется, в сладком варианте он более удачный, чем в солёном. Не знаю. Очень необычная вещь, конечно. Попробовать было, конечно, интересно. А кто из вас пробовал батат? И как вы его готовите? Расскажите. Так, ну и немного о пустых баночках. У мужа и у сына закончился вот такой вот дезик, который я покупала им когда-то. Теперь они от него в восторге. Мы уже повторили новый. Это известный наш умевший когда-то дезик с волком. Old Spice. Я часто и сама им пользовалась. Он гелевый. Он твёрдый, голубой. И он обалденно защищает от запаха пота на весь день. Не остаётся от него просто никакого следа. Это действительно самая крутая вещь, которая только может быть. Если кто-то ещё не бромил, обязательно-обязательно советую. Может использоваться и для женщины, и для мужчин. В общем, универсальная вещь, потому что запах очень нейтральный. Так, у меня закончился отдав такой невидимый. Я покупала его когда-то на Озоне. Это нежность лепестков. Я люблю такие дезики отдав. У меня сейчас другой с кокосиком такой же. Хорошо защищает также от запаха пота. Совершенно не оставляет никаких волосок белых на одежде и следов. В общем, классная вещь и пахнет очень нежно. Вот такой спрей закончился у меня у дочки. Был в коробочке этот сыновид. Я хочу повторить его, потому что он действительно отлично работает на какие-то воспаления. Брыччики прям точечно можно наносить. И хочу еще такой же крем взять. Отличная вещь. Блин, у меня сейчас у сына такие же проблемы начались, блин. Так, от Фаберлик. Вот такая вот, такой вот гель для душа. Это был лимиткой этого года. Не знаю, будет он еще или нет. С арбузом и дыней. Приятный аромат арбузной жвачки. С дынями какими-то, нотками. Ну, естественно, очень маленькая упаковочка. Всего 10 мл. Как-то быстро закончился очень. И вот такой вот кремушек от Vibrant Clamur. Это на Алиэкспресс. В общем, китайский бренд. Но он очень хороший. Хорошими составами. У него была удобная такая упаковочка скошенным. Носик, дозатор. Отлично питает. Увлажняет область вокруг глаз. Какие-то мимические морщинки. Уменьшаются немножко, мне кажется. И вообще классно работал. Мне он очень понравился. Отличный крем. Продолжение следует...